Привет, я Анимэджик, со мной это, как всегда, мои питомцы, и, во-первых, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете мой трек «Головоломка». Для меня это очень важно и ценно. Кто еще не слышал, оставлю ссылку на песню с текстом на моем канале в описании и в комментариях. А в моем Телеграме, где подписчики узнают все самыми первыми, большинство проголосовали за видео «Собака управляет моим днем». И задания на этот день писала не я, поэтому я вообще без понятия, что в них. И если вам понравится эта рубрика, набираем 30 тысяч лайков, и я сниму «Собаки управляют своим днем» или такое же видео с кисой Алисой. А еще пишите в комментариях свои задания, которые я смогу использовать в следующих таких видео. Итоги розыгрыша я тоже сообщу сегодня в своем Телеграме. Пожелайте мне удачи, держите за меня пальчики, кулачки, все такое, погнали! Кстати, до трех миллионов нам осталось всего 10 тысяч. Ну, вы знаете, что делать, да? Ну что? В каждой бумажке написано задание, и сейчас собаки будут выбирать из них. Давайте первая или вторая выбираем. София, я не понимаю, как сложится мой день. Пушистики, от вас все зависит. Ну давай, Юмичу, за какую ты тоже проголосуешь? Обе просто проголосовали за левую. Итак, открываем левую бумажку, и у нас там... Аня, невкусная каша, собака, мясо. Ага, облизнулись. Во второй бумажке были сырнички. Но я буду есть мерзкую кашу. Рисовую, блин. А у вас сегодня просто праздник. Мясо! Это все подстроено, вы специально это сделали. Вы договорились с тем, кто писал задание. Отвечаю, почему? Обычно они у меня едят только корм. Вкусно тебе было, да? Вот скажите, за что мне это? Я ненавижу рисовую кашу. Она еще и на воде не сладкая, никакая, не соленая. Залучение для меня. Я надеюсь, я не должна это все съесть? Должна? За что мне такие страдания? Чувствую, это будет жесткий день. Задание номер два. Погнали, выбираем. Опять левую. Юми, давай ты. Левую? Ладно, левую так левую. Смотрим. СПА собакам. Ага. А здесь была СПА для меня. Ну ладно, понятно. Ясно. Все ясно с вами. У меня есть подозрение, что они знают, что надо выбирать левую, потому что именно там то, что нужно им, а не мне. Хорошо, что я включила воду, чтобы ее настроить до того, как Юми зашла в кабину. У меня оторвался шланг от душа. Прием, прием. Это нам не помешает. Ну что? Погнали мыться? Заходи. Сначала намочим шерсть. Все помним 10 пунктов купания собак, да? Вода слегка-слегка теплая, не горячая и не холодная. Хорошо увлажняем шерстку водой. Берем немного шампуня и наносим на шерсть по всей длине массажными движениями. Шампунь не просто мажем, а пенем, чтобы прям пена образовалась. Ммм, такой запах приятный, да? Кстати, вот эта марка Spets мне прям зашла. Я их шампунем-кондиционером пользуюсь уже какое-то время. Кондиционер тоже нужен собакам, чтобы шерсть не скатывалась, была гладкой. Вот он отлично справляется. Получается два в одном за одну цену, а не две разных банки. Шампуни, конечно, бывают разные. Для такой кожи, для сикой шерсти. Но по мне вот есть один шампунь для собак-кошек любых пород. И он работает и достаточно. Еще и для чувствительной кожи у Юми вот чуть что перхоть. А от этого шампуня я заметила нет. Шампунь выбираем всегда гипоаллергенный. У Spets, например, вообще эко-состав без всякой гадкой химии. А еще фишка в том, что там хлоргексидин. Он обеззараживает и уничтожает плохие бактерии. Поэтому как бы и заживляет ранки, трещинки. Даже если собака расчесала что-то. Например, Юми вот бывает, когда нервничает. Она у нас просто очень впечатлительная собачка. Может начать чесаться, и он от всего этого тоже помогает. Не забываем, что помыть собаку обязательно во всех местах. Но чтобы в ушки вода не попадала. Смываем прям все тщательно. Этот шампунь вот очень легко и быстро смывается. Шорстка чистая и прям мягенькая стала. Так как у нас сегодня спа, намажем кремом лапки. Я на самом деле в Spets много что себе заказала. У них много разных продуктов. У крема тоже натуральный состав. Он абсолютно безопасен. Просто у нас климат такой жесткий. Зимой бедные собаки по снегу ходят, а летом по горячему асфальту. Поэтому подушечки наши надо беречь. Этот крем не только восстанавливает кожу, она еще и такая нежная становится на лапках. И обеззараживает тоже. Кто такой пупсик? Spets, кстати, рекомендуют ветеринары. Все их штуки и для собак, и для кошек я на кисалисе тоже использую. Особенно спрей. Он для отпугивания насекомых. У меня вот и кошка, и собаки, они обработаны от клещей и блох. А он как бы усиливает защиту. Но главное помогает от комаров, которые бедных пушистиков мучают летом. Кисалиса у нас вообще часто во дворе тусит. Все-таки частный дом. И с собаками мы постоянно гуляем. Так что брызгаемся почти каждый день. Это безопасно. Он натуральный, с эфирными маслами. В общем, советую. Ссылку на все, как всегда, оставляю в описании. Погнали дальше. Ладно, давайте. Я уже предполагаю, что вы возьмете то, что слева, потому что там что-то для вас, да? Ну? Покажите. Опять левую? Софи, покажи. Ладно. Хорошо. Вот, блин, сто процентов там что-то для вас. Отвечаю. Снять, наконец-то, видео на Magic Pets. А во второй бумажке было пойти в кино. Я же говорю. По-моему, ребят, это какая-то продуманная акция. Вот посмотрим, что будет в следующий раз в левом задании. Но окей. Я сниму видео на Magic Pets в ближайшее время. Всю съемку вам сегодня в любом случае показывать не буду. Но повторю тот трюк, о чем очень часто меня просили. Это про голоса. Я на самом деле их озвучиваю. Сама. Без всяких обработок. Я просто чуть-чуть, немножко потом ускоряю видео. Все. Покемон у нас разговаривает вот таким вот голосом. Привет. Я покемон Юмичу. Ань, может ты меня спустишь на землю? Не лежись, Юми. Почему? Что? А я-то тут вообще при чем? Я вообще сидела, себе никого не трогала. И вообще... И... Что? Это все Юмичу. Это она во всем всегда виновата. Ну и Киса Алиса. Да? Киса Алиса у нас говорит вот так. Это неправда, что я не разгораиваю. Это вы все не верите. И это не Аня за меня говорит. Я сама говорю. Хватит уже подозревать. Ладно, переходим к следующему заданию. Вот выберите, пожалуйста, сейчас то, что справа. А, София уже выбрала. И проверим. Там будет вот что-то для меня, я уверена. Юми. Юми все-таки взяла левое, но первой выбрала София. То, что буду делать я. Вкусняшка для Ани. Ну вот, я же говорю, наконец-то. А здесь, небось, вам вкусняшка, да? Да, да, вот, слева все под вас. Вот, видите? Ладно, вам все равно вкусняшку, да? Ням-ням. Ура! Настала моя очередь кайфовать. Так, чтобы мне выбрать. Буду пить чай. С вкусным хлебом и вишневым джемом. Немножко волшебства. Какой прекрасный аромат. Так, хлебушек нарезаем. И сейчас джем на него намажем. Аккуратненько вот так. Аккуратненько. Как это Аня обычно делает. Махеев мне нравится, потому что они не слишком сладкие. И, посмотрите, прям целые вишенки попадаются. Да, прям вот так. Джемчик. Со свежим хлебушком. Ну, кто из вас не любит вишню, а? Скажите. Покажите мне этого человека, а? В первом задании я так мучилась, так хотя бы тут победила. Что? Я ягодки ем. Ням-ням. Подкрепились. Продолжаем челлендж. Итак, следующее задание. И я уже знаю вашу фишку. Берите правое. Выбирайте правое. Там будет что-то для меня. Давайте. Давай, Юмичу, выбирай. Выбирай правое, пожалуйста. Пожалуйста, Юмичу. Спасибо большое. Ай, молодец. Ты моя сладкая девочка. Там будет что-то хорошее для меня. Это, видимо, что я сегодня надену. Спортивный костюм с лампасами и сланцы на носки. Мой способ не сработал. А здесь что было? Классный лук с майкой и кроссами. Да! То есть я могла бы выглядеть как-то вот так. Кстати, штаны сама сделала. Скоро мерч. Ждите. Не штанов. Но все равно. В общем, да. Буду выглядеть я, кажется, вот так. Это... Не мой костюм. Можно еще штаны в носки заправить. Будет вообще топ. Пацаны, не извиняй. Чувствую сегодня не мой день. Я теперь уже не уверена в своей теории про левое задание. Поэтому выбирайте, пожалуйста. Юми выбирает левую. Софи тоже левую, да? Спеть свою новую песню с кубиками во рту. Отлично. А тут что? Потанцевать под свой трек. Вы надо мной издеваетесь, да? Я знаю, про какие кубики речь. Это специальные кубики такие для тренировки челюсти. Мне кажется, мои собаки в сговоре с тем, кто писал эти задания. Ты не мой тайф. Я не твой тайф. Лошь на вода. Хейт на вода. Боль на вода. Я не вода. Ты не огонь, ни туда, ни сюда. Ты не мой тайф. Я не твой тайф. Лошь на вода. Хейт на вода. Боль на вода. Я не вода. Ты не огонь, ни туда, ни сюда. У меня просто вот адски болит вот эта челюсть сейчас. Спасибо большое за задание. У меня дальше в заданиях написано, а теперь куда-нибудь пойдем. Вот так. Лук не менять. Класс. Вообще супер. Особенно вот в этих сланцах. Вообще отлично. И вот следующее задание. Куда мы отправимся? Обе просто правую. Ладно. Хорошо. Что у нас тут? Фикс прайс. Серьезно. А что могло бы быть? Японский няшный магазин. Ну это что? Сейчас мотивируем выбор вкусняшками. Надо решить с кем. Идите сюда. Посмотрим. А ну понятно. Юми выбрала себя. Логично. Да? Все логично. София у нас в прошлом ролике в зоомагазине отрывалась. Я уже вижу, как на меня смотрят некоторые люди. Потому что на улице лето. А я просто в костюме. Просто по мне пот течет в этом костюме. Я как в бане. Ну что ж, мы с Юми что, дошли пешком до ближайшего к нам фикс прайса. 10 минут, но я вспрела просто. И теперь по правилам Юми должна выбрать. Что же мы там будем делать? Вот у нас выбор. Выбирай. Так, хорошо. Потратить тысячу рублей. Отлично. В фикс прайсе. На что? Нам ничего не надо. А можно было потратить сто. Вы объясните мне, что за день-то такой невезучий, а? Может, ты хотя бы мне объяснишь, а? Я как хочу от него. Ничего ты мне не объяснишь, да? Кстати, в фикс прайс. Меня опустили собаками. По крайней мере, мне пока никто ничего не сказал. Если вы помните ту ситуацию в торговом центре, где нам сказали, что снимать нельзя. Я думаю, может быть, надо сделать такое видео, куда пустят собакой в Москве. Как вы думаете, если вам нравится эта идея? Пэт-френдли. Я по-любому куплю нам всю мечу воды. Да? Пить хочется. Но это всего 33 рубля, а нам надо потратить тысячу. О, я куплю меч с мыльными пузырями. Очень полезная вещь. Я уже не знаю, чего ожидать от следующего задания. Мне вообще сегодня повезет. Растущие животные. Смотрите, какие капсулы. 59 рублей. Так. Ксилофон. Стань великим музыкантом. Что, попробуем стать великими музыкантами? Можно трек записать на таком ксилофоне. Аня, что за детский сад? Почему игрушки какие-то, а не вот перекись, например, или лечку для сада? Или вот контейнер для анализов? Не молодая же уже. Швабру, туалетную бумагу. Нет. Аня взяла себе игрушку за 340 рублей с патронами. Лето на дворе. Игрушка-поливайка. Веселые игры на открытом воздухе. Берем. Четенько. У меня тут написано, что не выходя из магазина, нужно достать следующее задание. Я не знаю, что там будет. Юмичу, выбирай. Итак, Юмичу у нас выбрала подарить прохожим покупки. Офигеть. А другой какой вариант был? Серьезно. Это просто издевательство какое-то. Я, конечно, еще не до конца все раздала. Одну штуку я точно отдала, потому что за мной все время ходил какой-то мальчик. И я подумала, что надо ему подарить вот этот вот пистолет. Это тебе. Спасибо. Держи. Спасибо. Ну это капец, серьезно. Что за задание? Блин, как? Это так нечестно. И мне можно хоть что-нибудь хорошее, может, выпасть сегодня? Можно я хотя бы мыльных пузырей выпущу немножко? А как это работает? Вы понимаете, что я сделала? Я сломала их. Да что за день? Да, Юмичу. Да, это рука-лицо просто. Извините, пожалуйста. А вам не нужно вот это? Да возьмите, пожалуйста, это бесплатно прям совсем. Какие-то мама с ребенком, просто ребенок хотел взять, а мама такая, не-не-не, нам ничего от вас не надо. Ребята, возьмите просто так, бесплатно. Да. Я вот это возьму. Давай, бери. Фух, я выполнила задание. Я просто, мальчики ехали на сапокате, я им все отдала. Я просто потеряла тысячу рублей. Это что, шутка какая-то? Я потеряла тысячу рублей просто и радуюсь, серьезно. По-моему, я немножко запуталась в этой игре. Мы сели с Юмичу перевести дух, потому что дальше у нас следующее задание. У меня просто сегодня черная полоса, а не день. Как будто черное окошко. Ну ладно, все, хватит. Прибирай! Выложить тупое фото в луке в телегу? Что могло бы быть? Я не знаю, это вообще закончится. Милые сторис, блин! Мне нужно сфоткаться на телефон. То есть, как-то его поставить куда-то. Достаточно тупые фото. Я думаю, может мне и вот эту выложить тоже. Как будто я какаю тут сижу. Ну что, отправляю? Юми, выбор за тобой. Давай! Ближайший ТЦ. А мог бы быть классный парк. Видимо, там нас ждут следующие дебильные задания. У меня тут написано, что независимо от того, куда мы едем, в следующем задании должен быть выбран транспорт. Надеюсь, это будут не лошади. Выбери, пожалуйста, просто машину. Ну да, это машина. Аня, ты же хотела машину. Вот и пожалуйста. А какой там был вариант? Пешком, на лошадях, на упряжке из собак. Вызвать обычное такси. Отлично. Просто посмотрите на меня. И вот сейчас в таком вот виде мы с Юми Чу поедем в торговый центр на минивене. Это уже не челлендж, а какое-то издевательство просто. Юми меня успокаивает, видимо. Да, но машина у нас была намного больше, чем обычное такси. Фу. На самом деле я даже обрадовалась, что мы ехали вот так на машине, а не на каком-нибудь самокате, например, или я не знаю чем. Привет. Ну что ж, мы в огромном торговом центре, а что дальше? Я не знаю, что в этих заданиях. Самый мерзкий суп, а что это значит? Это типа значит, что мы идем есть? А какие были варианты у нас, а? Конечно же, суши, пицца, бургер, мороженое на выбор. Меня уже сегодня ничем не удивить. Конечно же, мы будем есть. О, божечки. Манго. Ты такой классный. А, это девочка, да? Боже мой, какая милота. Это окрошка. Это то блюдо, которое я бы никогда в жизни по своей воле просто не попробовала бы. Потому что я ненавижу вот эту вот колбасу, которая залита жидкостью, водой. Просто это оливье с кислой водой. Юми, тебе это не надо. Как это можно есть? Я реально не могу это доесть. Все. Я не могу. Я не могу. Меня прикалывает, как Юмичу плавает на, хотела сказать, квадроциклах, потом снегоходах, на движущихся дорогах. Эскалатор, вот. Я уже ни на что хорошая не надеюсь. Давай посмотрим. О, боже, сделать что-то приятное для себя в ТЦ. Боже мой, спасибо тебе, моя хорошая собака, моя любимая. Спасибо тебе сделать что-то приятное. Приятное. А, не весть этот день ужасный, который сегодня был. Спасибо тебе, покемон. Сделать дреды и купить золотые грилзы. Вот как раз улица салонов красоты. А что, если я реально бы сделала дреды? И грилзы. Как бы это выглядело. Хорошо, что мне это не выпало. Я бы не вынесла этот день. Просто не вывезла бы. Просто не вывезла, ребята. Цена на футболки моей любимой фирмы поднялась настолько, что футболка сейчас стоит 6,5 косарей, а худи 17. 16,5. Вот столько стоит фирма, которую я очень любила. Она не особо известная, но у них очень крутые вещи. Ребята, пора делать мерч. Да? Мне одной кажется, что этот мир переоценен. И все-таки я нашла, чем себя порадовать, ребята. Тряпки приносят радость совсем ненадолго. И более того, я сама могу их делать теперь уже. А вот книгу я пока еще не написала. Знания приносят в нашу жизнь гораздо больше счастья. Да, Юмичу? Вот эта девочка понимает, в чем ценности вообще. Вот она, Дюна. Тимати. Хотя Бэтмена я бы вот такого купила за 22 тысячи. Сейчас, конечно, у меня начнется психап. Как на моем канале Анимэджик. Психологический стендап. Бабки, тачки, шмотки. Бабки, тачки, шмотки. Просто вообще. Что? Куда мы катимся? Где другие ценности, ребята? Так, отлично. Спасибо большое. И что у нас здесь? Найди купить идиотскую шляпу. Носить. Ну, а здесь, конечно же, что-нибудь приятное. Да, да, купи тебе подарок. Это достаточно тупая шляпа. По-моему, она настолько тупая, что классная. Я нашла дебильную шапку. И даже еще одну прикольную шапку. Ну, такую, странненькую, да? Ну, чтобы вы понимали, одна такая шапка стоит 7 косарей. Похоже, надо и шапочный мерч делать. Еще не могу найти. Я придумала. Надо открыть магазин странных головных уборов. И так его и назвать. Магазин странных головных уборов. Я обошла просто практически весь торговый центр. Весь. Просто у меня уже ноги болят. Я сейчас расплачусь. Просто расплачусь. Реально. Это уже видео, похоже, не на собака управляет моим днем, а издеваемся целый день над хозяином. Я не нашла никакую шляпу. Уже 7 вечера. Я очень устала выполнять эти задания. О, моя братва идет. Смотрите. Они в спортивных костюмах с лампасами, как я. Давай, Юмичу, последнее задание. На тебя все надежды. Выбери что-нибудь хорошее, пожалуйста. Провести остаток вечера, как хочешь. Господи, моя собака любимая, я тебя обожаю. Спасибо. Что мы потеряли? Отвезти собаку в ресторан, заказать ей еду, самой не есть. Кстати, тема про отвезти собаку в ресторан, а самой не есть. Я тут узнала, что в Москве есть рестораны, где есть собачье меню. И у меня появилась такая идея ролика, как мы с собакой ходим по ресторанам и пробуем ресторанную собачью еду в Москве. Мне кажется, идея класс. Благодаря последнему выбору Юмичу, я наконец-то сходила в туалет за весь день, взяла себе кофеечек, еду и сейчас буду кушать в парке. Неужели этот момент настал? Приходите в Телеграм, там все самые главные новости. Увидимся скоро в новых видео.